Привет, уважаемые пчеловоды из Украины! Мы находимся в Канаде, на Апимонте, на международном конгрессе по пчеловодству. Снова снимаем для канала Ивана Фабро видео, только здесь эксклюзивно вы можете его посмотреть. Мы узнаем, какие меда здесь представлены. Расскажите, с какой меданосной флоры, с каких растений у вас есть? У них все красивые, разные цветы. Да, это часть медов, которые мы смогли не вести, к сожалению, но это самое сложное. Здесь у нас эспацетовые медали, сборная разнотравия, эспацеты, душица, клей, шелфей, тоник. То есть представлены в разных лицах, в разных санкциях. Здесь даже медицинские части. В итоге белый медов, например, завоевал золотую медаль вчера на международном конгрессе. Вчера уже конкурс закончился, да? Вчера уже конкурс закончился, да, и вчера же прошло награждение. Вот, это вся наша продукция, которую мы производим. Меда фасовка 250-граммовая, 500-граммовая. Есть даже новинка, прополисная вода. Хотите попробовать? Да, хотим попробовать. Давайте мы сейчас с вами поговорим, а потом все попробуем. Давайте. Хорошо, а эти меда производятся в больших товарных объемах, или это, в принципе, то, что производится, вы привезли показать. Что производится в товарных объемах, то, что можно реально продавать в больших количествах у вас? Вся вот эта продукция, которая есть в представленной, все это можно продавать в больших количествах. То есть все, что вы перетислили, все меда, и реально много собираете, да? Да, да. Наша компания, компания «Дарыки и Шани», мы являемся самыми экспортерами медиода и экспортерами медиода у нас в Кургийской республике. Экспортируем мы сейчас, это и в 2019 год, 30 стран мира. Вот. 30 стран мира? 30 стран мира. Да. И сейчас у нас, благодаря общенашним наградам, уже 41 международных квадратов. Именно за качественные счеты. Удивительно, какие вы молодцы. Спасибо. А какое количество пчеловодов у вас в стране? Количество пчеловодов очень большое. Мы не считали, но мы сотрудничали непосредственно с Кургийской республики пчеловодов. Да. И там в Кургии все более 50 пчеловодов. Это вот то, что есть сотрудничество. А как у вас преобладает кочевое пчеловодство или все-таки пчеловоды как-то на месте находятся? В Санаре нет, у нас кочевое. Кочевое? Да, наши пасики тоже кочевые. Для того, чтобы собрать, ну, действительно, нужно кочевать, никак по-другому, да? Там на месте только полевое, наверное, феврария, любовная, да, собрались? Да. Покажите. Наш центр. Здесь это наш офис. Евразийский центр меда и аппетита. Это наша пасика. Это наш генеральный директор. Президент Советского союза пчеловодов. Это наш завод. Это очень серьезно. Это предприятие мирового уровня. Мы работаем, мы стараемся. Да, круто. А какая вот система ульев преобладает вашим пчеловодом? Что это? Да, 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 да. Это каркусные в основном ульи или лежаки? Это каркусные. Ну, из-за того, что качевое пчеловодство, в основном, проще с каркусными растута. Прекрасно. Какой ассортимент продуктов пчеловодства, кроме меда? Кроме меда, кирка, пульса, прополис, соковый мед. Мед, миндаль, кедровые орешки, мед с семечками, мед с инжиром. Прекрасно. А какие-то настойки? Настойки пчелиного подмора, восковой моли, прополиса выпускаются? Вот. Однажды отдельно. Но не на промышленной основе, а больше под заказ, наверное. Но под заказ тоже хорошо. Хорошо. Маточное молочко, трутневый, домогина. Нет. Домогина. Еще есть маточное молочко. Все есть и у нас все. Интересно. А расскажите, вот, производство пчеловодного инвентаря у Вас развито в стране или в основном Вы закупаете из других стран? Закупаем. В основном закупаем. То есть не развито? Ну, у нас делают рамки, в основном, курики, рогаты. Но в основном закупаем, например, в магазине. Приставы на продукцию не только наших производителей в Инвентарии, но и со странами другого. Понятно. Очень интересно. А на предыдущих Абимуадьев Вы были? Да. Мы постоянно участвуем. Мы участвуем только. Мы участвуем, что нравится им. А какие мероприятия пчеловодные у Вас в стране проводятся? Внутренние? Есть какие-то собрания, может выставки общие? Да, конечно. Внутренние пчеловоды проводятся. Внутренние пчеловоды, я считаю, насущные проблемы. Вот. А также конференции проходят, семинары. Да. Насущные проблемы Вы сказали. В чем они заключаются? Может, есть какие-то ключевые проблемы у Вашего пчеловодства? Нет. Внутренние пчеловоды. То есть, у нас какой-то? Внутренние пчеловоды. Внутренние пчеловоды. Много от Тебе у Вашей медиа встречается? Нет. Откуда они берутся вот в Вашей медиа? Ну, если сейчас, у нас специалисты, там, окружающие наши пчеловоды. Вы слышали, наверное? А Вы примерно так видели? Это неправильное видение, чтобы я хотел бы отправить препараты. Препараты? В основном препараты, в общем, да. Понятно. Очень интересно. Спасибо Вам за такую увлекательную беседу. Я думаю, украинским пчеловодам это все будет очень интересно. Они будут писать вопросы, ставить лайки, подписываться на канал. Подписываться обязательно. Хорошая Вам выставка. Спасибо. До свидания. Идем дальше по выставке от Monge 2019 в Канаде. Я хотел Вам показать, какая прикольная сувенирная продукция в пчелином стиле есть. Это компания из Англии, biggifts.com. Вот всякие фартушки, бейсболки, кофты. Футболки с пчелами, сумочки, кошелечки, кружки, 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 шарфики, шарфики с пчелами. Часики. Часики. У нас есть различные сувенирные продукции с пчелами. Они, конечно, очень недешевые, но выглядит это все очень красиво. И рядом компания, которая с 1968 года, бейджей шериф называется, тоже производит пчеловодную одежду. Идем дальше. Это компания, которая предлагает, какая-то пчеловодная компания, которая предлагает оборудование для пчел, но у них здесь, судя по всему, только каталоги. Вот. И никаких образцов продукции нет. Дальше. Следующая компания, которая предлагает стиковый мед в маленьких упаковках. Смотрите, каких интересных. Я такого никогда не видел. Молочи стикового меда. Класс. Так. Идем дальше. О, это может быть интересно украинским матководам. Компания Rosmicro Solutions предлагает очки со светом и с увеличительными стеклами, наверное, для работы с матками. Вот лежит рамка и очки различные. На нашем рынке есть очки для работы с маточными личинками, но таких компетов я не видел. Дальше. Индийская компания предлагает мед из Индии. Евромель компания, которая также производит и экспортирует по всему миру мед. Идем дальше. Китайская компания Low Weed Apiculture предлагает большую компанию. Большой ассортимент пчеловодного инвентаря. Электронаващиватели, решетки разделительные, краны для ульев, ручки для медогонок, дымари, различные вилки для распечатывания, катки для наващивания. Пчелоудолитель Квебек. Перчатки пчеловодные, конечно, в большом ассортименте. Ну, все, что нужно для пчеловодов. Все, что нужно для пчеловодов. Большой ассортимент. В китайской компании даже есть ручная вафельница для изготовления овощины. Вот так это выглядит. Катушки для наващивания, колпачки для метки маток. Ну, большой ассортимент китайцы предлагают. Дальше. Charge Yard Enterprises. А, ну, это, судя по всему, Белинди или Пакистан. Компания, которая предлагает одежду, пчеловодную одежду, костюмы пчеловодные. Смотрите, я вам выше покажу. Костюмы пчеловодные, различные маски, перчатки. Тоже большой ассортимент костюмов пчеловодных. Здравствуйте. Видео для украинского бейкипера. Окей. Да, окей. Вот, поздоровались. Так, идем дальше. Канадская компания предлагает пчеловодный инвентарь. Идем дальше. Это какая-то компания тоже, судя по всему, Канадская, которая предлагает промышленное. Видите, они показывают фильмы о том, как они в промышленных масштабах производят мед. Вот, с помощью погрузчика с машин сгружают ульи. Ну, это или американская, или канадская компания, однозначно, которая занимается промышленным пчеловодством. Компания Юнга также предлагает свой мед и на стенде ведут переговоры, судя по всему, с клиентами. Компания Нектар. Компания предлагает оборудование для пчеловодства, электроустановки для басек, качевых, ульи, рамки. Ну, в основном, я так понимаю, это электроустановки для получения альтернативной солнечной энергии на пасеке. Классно, интересно. Бикипинг Экспорт. Компания, которая также производит одежду пчеловодную. Компания Тентамус, которая занимается чем? Ну, анализами, судя по всему. У них здесь висит логотип QSI. QSI – это немецкая лаборатория, которая занимается анализами меда и продуктов пчеловодства. На самом высоком уровне в времени находится одна из ведущих лабораторий мира. И это, да, это, судя по всему, подразделение лаборатории QSI. Вот нам машет. Продолжаем снимать конвес в Канаде. Компания 2019 специально для канала Ивана Попротовка. Здесь вы эту информацию сможете посмотреть. Румынская компания, которая предлагает добавки для пчел пасты. У нас много сиропа, сахарного сиропа, сахарного сиропа, сахарного сиропа. И много у нас такого добра на рынке. Есть. Вот так же для них X10. Есть. Дальше. Компания ABF. Компания ABF. Компания ABF. ABF. Тоже образцов продукции нет. Есть только каталоги. APIS India. Компания APIS India. Красивый стенд. Индусы предлагают мед. Мед. Вот на витрине у них мед находится. Индийского производства. Дальше компания. Не пойму из какой страны эта компания. Но предлагает тоже большой ассортимент меда. Не только мед. Еще вот какие-то настойки. Капсулы. Ну и вот непосредственно сам мед. А вот это очень интересная компания. Здесь много людей. Пербамель называется. Они продают массу различных настройок, препаратов на основе продуктов пчеловодства. Это и настойки, и крема, и всевозможное мыло, мази, дезодоранты, шампуни. Антиперспиранты. Настойки. Да, это серьезный подход. Это франкутская компания. У них каталоги. У них тоже представлен имен. Идем дальше. Это ребята из Канады, которые продают французские книги по апитерапии. Африканский стенд с воском. Такой баннер у них красивый. Где показано, как ведется пчеловодство в Африке. Вот наша украинская компания Златомед. Тоже на стенде. Привет! Далее. Сразу бочки поставили, чтобы было видно, как можно мед экспортировать. Есть. Дальше. Новоафриканский стенд. Здесь образцы воска, меда. В разных баночках прополисная настойка, судя по всему. Еще одна витрина. Красиво очень это выглядит. Свечки. С медом. Это все африканский стенд. Это несколько разных компаний, которые... А, это Эфиопия уже. Эфиопия. Еще одна компания, которая предлагает пчеловодные костюмы. А вот главный стенд Эфиопии. На котором находятся девушки из Эфиопии в национальных нарядах. Зажигают какие-то зелья с травами, судя по всему. Разливают чай и всех угощают этим чаем. Эфиопия, насколько я понимаю, хочет в 2023 году принимать у себя Апимондию. Поэтому они... С кем они борются? С Чили за это право, еще с какой-то страной. И вот в конце этого конгресса Апимондию 2019 мы выясним, кто же на самом деле выиграет это право и будет принимать у себя. Да, но вот пока они борются за право проведения этого конгресса у себя. Это в Терфенстане. Мы собираемся, чтобы приобрести Апимондию в Африке, в страну Африки. Да, мы приготовили только раз, но мы хотели приобрести его в Африке. Мы в Африке, в Африке, в Африке. Это человеческий анцестер из Итепии. И все это должно быть предоставлено, чтобы приобрести Апимондию в Африке, в Африке, в Африке. Окей, спасибо. Однозначно. Они уверены, что они выиграют право проведения Апимондию в 2023 году у себя в Эфиопии. Да, и хотят показывать, какие прекрасные медали у них есть. Это из каждой части жены. Это молотый. Заметый, это молотый. Это молотый. И это в той вне актастики, и это из в США. И это из в США. И это из в США. И это из дикикан. И если вы выберете, это это молотый. Это вазь. Очень мягкая и очень сметная. Прямо воск с цветами пахнет, как мёд. Я такого никогда не чувствовал. Удивительно. Очень хорошо без вакс. Это наш церемония. Это наш типичный церемония. Это производство кофе. Это кофейная церемония. Он говорит о том, что это кофейная церемония, на которой можно попробовать кофе. Действительно очень красиво все это выглядит, но нельзя отказываться. Спасибо. Ой, какие-то вкусные штуки жареные. Ладно, пойдем дальше. Good luck. Thank you. Идем дальше. Water stand. Эфиопия. Снова здесь показана их продукция. Эфиопия. Да, действительно, я понюхал этот воск. Он пахнет однозначно по-другому. Не так, как у нас. Он пахнет очень насыщенным ароматным лесным мёдом. Если сравнивать этот запах с чем-то, чтобы вам было понятно. Вот лесной мёд с высоким содержанием малины, липы. Вот так примерно пахнет. Так, это стенд с африканским мёдом. Следующий стенд это Африка. Снова Африка. Hello. Hello. Что у нас здесь есть? Здесь есть несколько сортов воска. Свечи из вощины. Правда, ничего не из чёрной вощины, но как есть. Несколько сортов мёда. И дымарь. Ну понятно. Классный флаг. Супер. Так. Идём дальше. Тоже африканская компания, которая предлагает свои продукты. Свечи восковые. Настойку прополисную. Полотенечко зачем-то. Вот какой-то спрей тоже на основе прополиса. Крем-мёд. Мыло на основе прополиса. Мазь какая-то. С чем-то ещё. Баночки, судя по всему, это всё для бани, потому что есть подарочный набор с мочалкой, с ведёрком. Супер. Good luck. Идём дальше. Большой стенд Аргентины. На этом конгрессе мы увидели, что конгресс разбит на несколько зон. Какие-то компании участвуют как отдельные представители, а какие-то компании в составе зоны участвуют несколько компаний из одной страны. Но это интересное решение на самом деле. Ещё одна компания, которая показывает, представляет свой мёд. Небольшая. Возвращаемся к аргентинскому стенду. Конечно, большой, шикарный аргентинский стенд. Показанные образцы мёда. Аргентина производит много мёда. Нужно его весь пробовать. Сейчас мы здесь останавливаться не будем. Показываю, как они его качают. И как он вытекает из медовонки. Вот такие красивые стенды аргентинских компаний с сотовым мёдом, с качаным мёдом. Специально пыльцу рассыпают по прилавку. Пыльца в баночках, сотовый мёд. Банки с мёдом. Возвращаемся к аргентинскому. Посветлее и потемнее. Ну и баночки с мёдом, которые можно пробовать. Дальше. Компания Lugar, которая предлагает пчеловодное оборудование. Тоже много лет на рынке. Мы на многих конгрессах её видели. Качественное оборудование, но не дешёвое. Конечно, для нашего кармана оно очень-очень прилично стоит. Идём дальше. Очень интересный стенд компании MedEx, которая предлагает различные продукты на основе мёда и продуктов пчеловодства. Где-то просто мёд. Маточное молочко в капсулах в виде биодобавок. Губной губной лосьон. Крем для рук, наверное. Да, это крем от морщин. Бибауэр. Это какой-то продукт на основе мёда с добавлением продуктов пчеловодства. Дальше. Спрей с прополисом. Снова маточное молочко. Помада с прополисом. Гигиеническая, судя по всему. Какой-то. Мегатри. Джуниор. А, это, наверное, для детей. Настойка для детей. Да. И также они предлагают сувенирные пакетики, ложечки. Улик поставили. Зачем-то для антуража, наверное. Вот такие пакетики красивые с пчёлами. Ведут переговоры у себя на стенде. Ведут переговоры. Не знаю, что была компания. Вот. Очень красивый стенд компании P&U. Удивительно красивый. По маркетингу они, конечно, большие, молодцы. стеклянные баночки с деревянными крышками коробочки с прополисными настойками стеклянная банка деревянной крышкой royal jelly это смесь маточного молочка с медом такой прополис что они еще предлагают снова эти баночки и мёд прополисные настойки и цветочная пыльца в пакетах идем дальше милс дани сет удивительно красивый стенд канадская компания которая продает огромный ассортимент просто огромный ассортимент различных товаров гигиены косметики на основе меда и продуктов пчеловодства давайте посмотрим это это соль для ванной с медом это какие-то крема вот антиперспиранты гигиеническая помада сразу тестировать это все можно такая девушка рассказывает об этом увлекательно мыло огромный ассортимент мыло опять же на основе меда с добавлением продуктов пчеловодства сувенирные что это такое футболки и шляпки такая пчела дальше вот это продукты питания пошли это они же производят для это называется короче вы станете лет мне уже язык заговариваю да вот различные добавки с медом пряности с медом конфеты с медом карамель с медом орехи с медом все это дают пробовать такой большой стенд у них все эти прилавки стоят на ульях причем улья такие побывали уже военных действиях судя по всему но смотрится это все очень красиво вот можно брать ложкой прямо из сотовый мед различные меда канадские эта девушка вчера мне классный мед продала который мы потом чай пили различные меда канадские конфеты использование продуктов пчеловодства супер фуды тоже на основе меда ну а с медом вот написано прямо ну с медом фрукты мед и шоколад мёд чем-то с мюслями да дальше что это такое я не знаю что это ей наверно какой-то вот гель для душа с медом нова какая-то косметика девушки тут просто в экстазе от этого стенда они все подходят и грибут это все килограммами просто пачками ну снова сувениры снова всякие вкусности на стол с медом вот как-то так очень красиво молодцы так идем дальше компания томас предлагает сару для меда разделительные решетки печати для ульев и для рамок мисочки пересылочные клеточки колпачки изоляторы какой-то не знаю какая-то жидкость для пчел пересылочные ящики картонные с разделителями и вентиляцией смотрите какая конструкция интересная этого ящика картонного ящик с вентиляцией слитком внутри разделители прикольно идем дальше линия томас апикультур линия для откачки меда ну да это серьезный аппарат могут себе позволить только самые крупные промышленные пасеки мелким пасекам он просто не нужен это не имеет смысла здесь на мониторе показываются как они с помощью этого чудо этой чудо линии откачивают как это все работает пьерко компания пьерко что она предлагает она предлагает одежду пчеловодную рамочки пластиковые рамки с пластиковой вощиной это индусы судя по всему вот ульи там там мушки для ульев вы мари какие-то добавки для пчел ножи большой ассортимент стол какой прикол я такого не видел это медогонка одновременно со столом для распечатки сразу здесь и медогонка электромедогонка с мотором естественно и стол для распечатки всего этого добра класс с идем дальше да вот это канадская компания крем пол на полу даже их логотип и название которая продает аппарат для кремования вот этот аппарат на вале стоит 35 тысяч долларов зато после этого аппарата не расслаиваются мед это действительно так они показывали свои образцы ну правда я не знаю сколько они стояли эти образцы с медом вот но очень вкусные очень мягкие очень нежные не расслаиваются так корея корейская пчеловодная ассоциация корея предлагает ульи пенополистирольные разделительные решетки пыльцесборники пыльцесборники интересная такая конструкция косметику на основе меда стиковый мед конечно крема на основе меда антиперспиранты маленькие снова косметика подарочные наборы годы вот вот корейскому представителю понравилась моя пчела на пиджаке которую мне подарили представители провинции онтарио мед в разной таре вот это не мед но похоже все таки на мед акация 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 они подарили образец меда корейский локальный мёд локальный мёд локальный мёд локальный мёд понятно окей спасибо вот подарочные банки с медом очень красивые банка с цветочной пыльцой что это? это пыльца смешанная с медом да это наша канди это наша канди в таких пакетах вот ну и какие-то препараты для пчел и нуклеус маленькими нуклеусными рамочками окей good luck вот большой стенд красивые баннера на которых они показывают свое пчеловодство идем дальше компания Epicrylse Nature которая сейчас мы к ним подойдем посмотрим смотрите какой замечательный интересный стенд у них удивительно красиво ну понятно и девушки тут сидят конечно на таком стенде красивым так что здесь есть здесь есть цветочная пыльца перга мёд разный мёд ну друзья пчеловоды я честно говоря вам скажу что здесь невозможно даже весь мёд попробовать тут вот такое количество и такое разнообразие что мы ходим ну не можем даже весь попробовать так дальше Royal компания Royal из из объединенных арабских эмиратов красивый очень стенд у компании сейчас мы посмотрим на образцы продукции вот такие ложечки с мёдом и с пыльцой вот судя по всему были подарочные наборы орехов с мёдом но их уже съели до нашего прихода а вот они целые есть вот сейчас ребята здесь вот представитель кормит гостей подарочными наборами мёдом и продуктов пчеловодства да красиво это очень сегодня арабские эмираты молодцы дальше китайская компания Shanghai Banyan Apiculture эту компанию мы уже неоднократно видели на разных пчеловодных конгрессах всемирных она продает сувениры различные пчеловодные сувениры пчела у них вот такая обалденная есть которая показана внутреннее строение органов пчелы такие ушки пчелиные да вот эта штука крутая это в разрезе полностью сот сотовые ячейки и показана как личинка от яйца до червячок до куколки и до выхода непосредственно пчелы из ячейки стоит это удовольствие 500 долларов класс молодцы да ну конечно огромное количество всяких пчелиных сувениров тут их все покупают радуются вот такие пчелы на брелки маленькие большие какие угодно нужно будет тоже подойти дальше стенд компании рендокс они производят оборудование для тестирования мёда продуктов силоводства для проведения анализов крутой такой технологичный стенд они показывают как будто прямо в лаборатории они там сидят и все это проводят ну да очень солидно очень солидно это выглядит дальше идем к стенду смотрите save the peace china то есть это зона где представлены стенды китайских компаний значит китайские компании hello вот вам машут украинские пчеловоды для украинских пчеловодов машут китайские пчеловоды они в основном производят продукты пчеловодства небольшое количество инвентаря но все таки в основном это продукты пчеловодства прополис экстракт прополис в пудре два вида воска белый и обычный серо-желто-коричневый воск гранулированный белый и желтый и цветочная пыльца двух видов а ну вот еще да маточное молочко ну и мелкое пчеловодное оборудование захваты шпатели шпатели клеточки изоляторы ну вот вы поняли дальше сейчас мы пройдемся по стендам китайских компаний панера продукция мед здесь в основном мед продается с снова воск есть даже таблетки маточного молочка на пробу которую можно пробовать маточное молочко активное панера это видео для украинских пыльцев да вот что здесь органик полен органическая пыльца что флорка это полен ч ч ч Дальше порошок маточного молочка, снова воск гранулированный, желтый прополис экстрагированный, воск гранулированный белый. Так, идем дальше. У китайских компаний практически все одно и то же. Вот капсулы с прополисом, порошок прополисный, экстракт прополисный, воск гранулированный, маточное молочко и пыльца. Здесь прополис обычный, нативный, два вида воск, три вида воска. Представители китайских компаний улыбаются. Так, идем дальше. Конфетами кормят у себя на стенде. Вот как выделиться? Кормить, конечно. Так, что здесь у нас есть? Здесь у нас есть зубная паста китайская на основе меда с прополисом. Стики. Секционный мед. Просто мед. Не знаю, что это. Хубная помада, наверное, какая-то мыла. Мед. Ребенок на стенде все это рекламирует. Приятного аппетита. Да, здесь сотовый мед, который тоже можно пробовать. Все это можно пробовать. Ну, вы поняли, тут можно так медом наесться, что долго потом его не захочется. Еще одна китайская компания, которая предлагает все то же самое. Не знаю, чем же они выделяются, интересно, но как-то умеют, наверное. Дальше. Удивительной красоты стенды бразильских компаний, которые тоже находятся под одним стендом, но в разных отсеках, представлены разные компании. Бразильский прополис считается самым высоким по биологической активности и самым дорогим, соответственно, в мире. И из него тоже делают большое количество различных продуктов. Вот я вам показываю, как выглядят эти продукты. Мы с этой компанией тоже общались уже не на одном конгрессе. Они действительно профессионалы. Они, вот этот прополис, как выглядел, вразильский зеленый. Вот, и показывают на сбойки прополиса и какие-то таблетки на основе прополиса. То есть они делают всевозможные препараты именно на основе бразильского зеленого прополиса. Идем дальше. Это представители, которые продают бразильской компанией Fanny Brasil, SNA Honey, которые предлагают мед бразильский, в бочках. Еще одна компания, торгующая бразильским прополисом. Это коричневый прополис. А вот зеленый бразильский прополис. Браун-грин. Грин. Да, грин. Бест. Ну вот, они всегда говорят, они знают, что их прополис самый лучший в мире. И всякие препараты на основе прополисов тоже делают. Именно здесь у них представлены. Бразильские и разные препараты. Идем дальше. Все это делается на основе бразильского прополиса. Представитель еще одной компании. Hello. Bonjour. Мы с ним вчера общались. Он нас кормил бразильским медом. Вот всевозможный бразильский прополис в разных видах. И в порошке, и нативные, и фасованные, и экстракты, и настойки на основе прополиса. Обалденно, обалденно. Есть. Не стесняются они свой прополис складывать прямо между продукцией. Выглядит это очень, на самом деле, вкусно и привлекательно. Вот так это выглядит. Да, и они очень гордятся своим прополисом. Вот на витрине прямо он рассыпан. Показывают образцы своей продукции. Идем дальше. К следующей бразильской компании. А, вот здесь. Молодой человек нас кормил вчера медом. Это вот органический мед. Я никогда такой тары не видел. Да, вот они даже поставили серебряную медаль у Пимонди. Они выиграли серебряную медаль у Пимонди. Какой-то контроль вскрытия сверху. Она вся такая пластиковая. Короче, это органический бразильский мед. А вот их мед. Заработал золотую медаль у Пимонди. Молодцы, большие. Да, и делают они всевозможные вкусности, сладости. Как у нас скажут, смоколоки. На основе своего бразильского меда. Hello. Так, что это за компания? Агреби. Что они предлагают? Не могу сказать. Нет образцов продукции. Компания Кунапс. Тоже бразильская. Предлагает свой бразильский мед и прополис. Удивительно, как несколько компаний, показывающих практически один и тот же ассортимент, торгуют под одним стендом. Интересно. Ладно. Снова всевозможные настойки. Прополис экстракт. На основе... И все, это на основе зеленого бразильского прополиса. Показываю вам дальше. Снова образцы бразильского прополиса. Окей. Так вот и выглядит. Hello. Hello. Where are you from? From Ukraine. What? From Ukraine. Украина. Украинский бейкипер. Украинский бейкипер. Окей. Nice to meet you. And you? Бразиль. Вот их сотовый мед. Ну и, конечно, бразильский мед. Good day. Good luck. Hello. Так, идем дальше. Снова бразильский прополис. Вы уже поняли, да? Какая сильная сторона бразильского пчеловодства. Это именно прополис. На стенде покажется, как выглядят бразильские пчеловоды в своих костюмах. Красиво. Мед бразильский. И вот как раз его проходит дегустация. Еще одна бразильская компания предлагает большое количество спреевых настоек на основе зеленого бразильского прополиса. Органик. Вот это бразильская компания, которая продает органический бразильский мед на экспорт, судя по всему. У них нарисованы бочки крупным планом. Мельбрас они называются. И это красно-горячиво говорит о том, что они очень хотят продать свой мед на экспорт. Кстати, бразильский стенд стоит непосредственно у входа. И это очень... Ну, говорит о многом. Что они позиции серьезные держат в мировом человодстве. Что они претендуют на лидерство. Что они готовы тратить деньги на промоушен своих товаров, своих компаний. Снова спреи. Ну, вот вы видите, вот конфеты. С медом бразильским. Продопись. Судя по всему, какая-то крупная бразильская компания, которая занимается крупным экспортом. У них на плакатах нарисовано огромное количество с бочками с медом, которые подготовлены для экспорта. Вот. И они выиграли несколько медалей Апимонди уже за свою продукцию. Минамель компания, тоже бразильская, которая предлагает бразильский мед. И какие-то настойки на основе меда. Водмель. Они называются Водмель. Класс. Очень интересно. Так, идем к стенду компании Orient Bee Supplies, OBS сокращенно. Серьезная крупная компания, которая занимается производством пчеловодного инвентаря, медагонок и всего, что связано на самом деле с пчеловодством. Там у них ассортимент огромный. Там есть столы для распечатки и сувенирная продукция. Различные шляпки, пчеловодные ящики для распечатки сотов с решетками, стамески, шляпки, фильтры, пчеловодные костюмы. Hello? Smile. Да. Вот, большое количество силиконовых форм для изготовления восковых свечей. Такая прикольная кофта с пчеловодом, как обезьяна эволюционировала до пчеловода. Такие прикольные рисунки, кстати, наши ребята из Улиин делали, продавали. Молодцы. Так, да, различные ножи для распечатки, клеточки. Вот, что это? Деревянные наклеусы маленькие, гульья. На них даже пчелы вырезаны. Интересно. Ну, снова же различные воскопрессы большие, но вот огромные, посмотрите. Так, что это такое? Вот, вот. По воскотопке, наверное. Или отстойники для меда, я даже не знаю. Так, ножи для распечатки, различные захваты для рамок. Очень большой стенд, большой ассортимент у этой компании. Вот, маленькие улики. Ну, клеусные, все это очень такое красивое. Что это? Это какое-то приспособление для распечатки рамок, судя по всему. Воскотопка солнечная. Ого! Это воскотопище целое. Так, маленькая такая же конструкция воскотопки. Столы для распечатки. Демари. Ну, да, вот, сувенирка разная. Сейчас подойдем к сувенирке, я вам покажу. Ящики. Пересылочные, картонные. Что-то прозрачный смотровой нуклеус какой-то, наверное. Демари. Демари, демари, демари. Маленькие, большие. Снова нуклеусы с вырезами на них. Это приспособление для окуривания. Пчел. Похож на наш варамор, но не варамор, что-то другое. Да, вот, различная бижутерия с пчелами. Они очищают какое-то с пчелами, да. Катушка-держатели, летковые заградители. Решетка разделительная, пыльцесборник, пчелоудалители, тоже решетки. Сувенирка, щетки. Огромное ассортимент. Хорошо, идем дальше. Йорби Продукт Супплай Сайнс 1989 год. Это компания, которая, судя по всему, серьезно занимается экспортом меда. Встают бочки. И представлен ассортимент медов, которые они предлагают. Все пытаются как-то выделиться, поэтому помогают свой ассортимент в самых разных емкостях и тарах. С этой стороны мы еще не смотрели на китайские компании. Здесь представлены лепешки из цветочной пыльцы для кормления пчел китайской компанией. Дальше китайская компания, торгующая инвентарем, пластиковой вощиной. Небольшое количество инвентаря, пластиковая вощина и продукты пчеловодства. И вот на прилавке они показывают армированную вощину, пластиковую вощину, пластиковая вощина прозрачная. Обычно, я такого первый раз вижу, обычно пластиковая вощина не прозрачная, а это прозрачная. Интересно. Good day. Снова китайская компания, торгующая большим ассортиментом продуктов пчеловодства. Вот лежат образцы этих продуктов. Даже каксула есть. Как китайцам выделиться? Вот вы и сами все увидели своими глазами. Дальше стоит компания Appymel. Очень такой презентабельный, интересный, на котором уже ведут переговоры. Вот он, наш украинский стенд. Это стенд Ассоциации украинских экспортеров. Если я правильно помню, четыре компании. Здесь участвует стенд очень красивый. Предлагается украинский мед. Мед, акация, липа. Несколько других сортов в подарочные наборы. Меда в разной таре, фасовки. Крем-мед, мед с добавками от Асканипак. Мед с орехами. Орехами, стики. Прекрасный стенд. Молодцы, очень красивый. Вот так выглядит дегустация. Это сонка муэс, кроме украинского меда. И ключевые факты об украинском пчеловодстве. Компания. 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 Субтитры сделал DimaTorzok